Боец с позывным «Сокол» – один из лучших стрелков отряда. Шлёт подарки захватчикам. Говорит, россияне на днях активизировались. Гранатомёт из рук не выпускал. Три дня назад вечером. Это было с десяти вечера. Интенсивно было. По нам, наверное, 30 снарядов 120-х прилетело. Они вообще 120-ми редко стреляют, только по определённым целям. Но они прочесывали вот здесь. Я находился в блиндаже. Блиндаж дрожал. У меня было ощущение, что они прицельно бьют. Бойцы держат один из участков фронта. Это гранатомётное отделение украинской армии базируется на передовой под Торецком. Позиции противника позади нас. До них метров 900. Есть ещё одна позиция, выдвинутая вперёд. Там ещё меньше. Сейчас туман, плохая погода. Сложно корректировать огонь, поэтому у нас временное затишье. Но, может быть, очень жарко. Буквально несколько дней назад работали 120-е тяжёлые миномёты. Командир рассказывает, несмотря на то, что противник превосходит в численности, успехов это ему особых не приносит. Это остаётся стратегическим направлением. Это место, где можно обойти Бахмут. Поскольку лобовые атаки уже несколько месяцев безрезультатны, соответственно, противник пробует альтернативные пути. Пытается обойти, перерезать снабжение. Я так понимаю, они у нас учатся. Эта тактика себя оправдала. Лиман, например. Где было перерезано логистику, и они вынуждены были отойти. Сейчас, признаются бойцы, стало легче. Болото под ногами подмёрзло. Прятаться в лесу теперь сложнее. Зелёнки нет. Но и противника лучше видно. Когда оттуда подходят и идёт наступление, когда подходят уже на метров 300, то у нас есть возможность это подавить и остановить. А вот то самое место, где можно укрыться и передохнуть хоть немного. Оно укреплено. Это наша комната отдыха. Обустроились. В принципе, комфортно. Всё из еды есть. Конечно, домой хочется. Уже полгода на передовой. Но с каждым днём мы ближе к победе.